Постоянное совершенствование санитарно-эпидемиологической экспертизы, сокращение сроков проведения исследований, обеспечение точных и надежных результатов для нужд общественного здравоохранения, также обеспечение своевременности профилактических мероприятий. Это приоритетные задачи обоснования Национального центра экспертизы, который в этом году отпразднует свой вековой юбилей. Анастасия Евсеева продолжит тему. Национальный центр экспертизы предоставляет услуги в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения вот уже на протяжении 100 лет. За эти годы проведены миллионы различных исследований. Если касаться ситуации по коронавирусу, то наша лаборатория является одной из основных, которая занимается этими исследованиями. В частности, вирусологическая лаборатория и бактериологическая лаборатория. С начала пандемии на сегодняшний день нами проведено 124 224 исследования на ПЦР. Из них положительных у нас 1182. Удельный вес положительства составляет 0,1%. Со слов руководства учреждения, с каждым годом материально-техническая база обновляется. В лабораториях используется современное новейшее оборудование японского производства. К примеру, на этом аппарате можно исследовать не только пищевую продукцию, но и детские игрушки. Так, с помощью одного аппарата можно проверить до 40 наименований. Если на одном приборе можно проверить пластик, то на другом – лекарство. В основном делаются пищевые продукты, пестициды на воде, которые и антибиотики делаются. Пищевые продукты в основном делаем мы на безалковые напитки. Безалковые напитки, например, мы делаем на красители. В основном сейчас производится с красителями, чтобы они красочные, красивые были. Азорубин, желтый солнечный закат, разных, ну, говоря, шесть показателей, шесть красителей на безалковые напитки. Кроме того, в центре проводят исследования на особо опасные инфекции, такие как бурцеллез, сибирская язва, холера и другие. Лаборатория работает с бактериологическим методом, сирологическим, биологическим методом мы ставим, биопробы на белых мышах лабораторных. Потом у нас есть из современного оборудования, это ПЦР-оборудование в режиме реального времени, и ИФА-метод, иммуноферментный анализ. Вот пять основных методов, которыми мы проводим исследования. Со слов специалистов, основной пик работы приходится на весну. «Начиная с марта, с апреля месяца, мы проводим исследования грызунов, клещей, объектов внешней среды. Это вода, фураж, погадки, помет хищных млекопитающих. То есть мы проводим исследования на занозные инфекции». Отметим, в центре трудятся около ста человек. За сутки здесь проводят около 500 ПЦР-исследований. Анастасия Евсеева, Замат Сауханов, телеканал «Октябрь».